Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать легкой и вкусно термису. Это абсолютно классический рецепт. Правда, туда я не добавляю никакого алкоголя. Но вкус точно такой же. Получается очень вкусно. Для этого нам понадобится эспрессо 300 мл. Я его уже налила в емкость. Он должен быть холодным, крепкий. 3 яйца, какао, сахарная пудра, печенье специальное с авоярди и сыр маскарпоне. И, конечно же, емкость, где мы будем делать наше пирожное. Давайте начнем. Первое, что мы делаем, это отделяем белки от желтков. Все, я делаю и отделила белки от желтков. С помощью ложки это очень просто и интересно, и смешно. Сейчас нам надо взбить белки в крепкую пену. В конце нам надо добавить 2 столовых ложки сахарной пудры. От плотности наших белков будет зависеть, получится ли у нас тирамису. Крем не должен быть жидким, потому что тогда тирамису растечется. Так как белки у меня уже почти взбились, я добавлю 2 столовых ложки сахарной пудры. Все. Я уже взбила белки, они у меня достаточно плотные. Сейчас нам надо взбить желтки. Только теперь нам надо добавить 5 столовых ложек сахарной пудры. Все. У меня уже все получилось. Смотрите, как это должно выглядеть. Сейчас мы будем в наши желтки добавлять постепенно маскарпоне. Мы будем добавлять маскарпоне, ложки сюда и размешивать. Добавляем маскарпоне и вымешиваем. Все. Я соединила желтки с маскарпоне. Все полностью. Смотрите, теперь я буду этой же лопаточкой добавлять белки к желткам. Надо это очень делать аккуратно, чтобы белки не сели. Нам осталось еще минут 5, и тирамису у нас готово. Это очень простой рецепт. И очень вкусный. Все. Наш крем готов. Теперь мы вернемся к нашим печеньям и к эспрессо. Надо открыть печенье и буквально на 2 секунды макнуть в кофе. И вот так вот в ряд вложить. Раз, два. Теперь второе. Это очень интересно делать тирамису. Мне очень нравится делать. Не забывайте. На 2 секунды. Раз, два. Раз, два. Теперь добавляем крем. Крем этот очень вкусный. Этот рецепт мне рассказал настоящий итальянец. Мы тогда были в Доминикане, у него мы снимали квартирку. Я уверена, что если вы мамам сделаете такое, то им очень понравится. Да и вам понравится. Он очень вкусный. Потом нам надо опять будет макнуть печенье в эспрессо. Теперь кладем второй слой печенья по той же самой схеме. Я вообще очень люблю готовить. Вообще я очень-очень люблю делать торты, где можно там мешать руками. Мне очень нравится. Этот торт, в этом торте, в этом пирожном мне больше всего нравится делать, накладывать печенье. Это так интересно. Еще потом, когда мы будем делать, потом, когда мы будем посыпать какао, мы можем сделать какой-то рисуночек. Я делала папе на день рождения торт. И там мы написали, я нам написала хэппи бездэй. И все сразу же увидели. И печенье эти можно просто так есть. Они очень вкусные. Теперь выкладываем крем. Когда я смотрю на этот крем, мне так хочется его скушать. Он очень вкусный. А еще, кстати, оно должно настояться. Сейчас вечер, поэтому я его оставлю. И утром будет оно очень вкусное. Вообще, тирамису должны кушать ложками. А не вилками. Как обычные пирожные. Теперь нам надо для красоты посыпать его какао. У меня есть ситечка. Сейчас я буду посыпать. И все. На этом тирамису наша готова. Не сомневайтесь. Тирамису будет просто изумительно. Как вкусно. Все. Мое уже тирамису готово. Я вам напомню, что надо его в холодильник поставить где-то на 6-7 часов. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok